Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, мои обожаемые подписчики, с вами Татьяна Любимова, я природная ведущая. Начала записывать видео, и вот только сейчас поняла, что преамбула я вам сказала, тогда, когда уже разложила арканы, пришлось вас заново записывать, не буду я их перераскладывать, первое слово дороже второго, как говорится, о чём сегодня пойдёт речь. Как он там без вас? Делаем вызов-вызывок на ночь, на часок. Может быть, на денёк, может быть, и на вечерок. Ну и посмотрим, о чём он думал, думал ли о вас, что с ним вообще происходит. Результаты за день, за денёк. И пусть он вам действительно позвонит, напишет, если между с вами ещё есть связи, и на тонком плане, либо на любом другом, пусть о вас позаботится, может быть, вот так. Давайте смотреть, что же там с ним. Первый аркан. Человек в каких энергиях. Странно, здесь идёт женская энергетика, дорогие. Деятельная, активная. Очень похоже, что это мама или это сестра, или это шеф-шефиня. Но женский энергия, он может и понимать, женщин сейчас. И давайте посмотрим, если там здесь очень хорошие перспективы. Но перспективы, в основном, это работа. Посмотрим, есть ли здесь какая-либо страсть или ещё что-то. Эдакое. Здесь серьёзный аркан. Здесь идёт трансформация. Здесь какие-то новые предложения. Могут быть новое сотрудничество или продолжение ещё какие-то попытки. Может быть, прям такая длительная какая-то взаимовыгода здесь идёт. И опять же, смотрите, здесь всё должно быть прям очень хорошо оговорено. Тут договора, заключение договоров. Всё решаться должно сразу, на берегу. Чётко, ясно и понятно. Нет, вы знаете, здесь я не вижу каких-то любовных порывов. Здесь какие-то выходки такие. Знаете, как надо сделать, и всё, залег на короткие дистанции. Но здесь больше дружба и деловой подход, взаимопомощь. Давайте посмотрим сейчас, какая вы. Вы в отношении этого человека. Девочки, а вы королева кубковая. Вы либо влюблены, либо он понимает, что вы его любите, либо чувствует, что вы добрая, открытая, очень эмоциональная, а либо и то, и другое, всё вместе. И плюс ещё ко всему, смотрите, вы добродушная, вы идёте на примирение сама. Не против этого, не считайте, что это зазорно. И это хорошо, лёгкость такая с вами у человека. Ещё посмотрим, как к вам. А вот здесь к вам как раз-таки интимный интерес и страстный интерес. Посмотрите. Нужно сказать, что сердце его холодно, здесь нет чувства и эмоций и любви. Вот о чём мы здесь говорим, страстей. Здесь у вас на вашей стороне преимущества в плане того, что здесь могут быть дела. Да, человек отвлекается, днём не может, он всё время думать об одном и том же или только о вас, да? Или только о работе, или, или, или. Но здесь, смотрите, здесь всё честно-чисто должно быть, открыто и благородно. И, кстати, вас тоже могут знать в коллективе. Вы можете вместе работать или как-то пересекаться, но не обязательно. Здесь идёт речь о неких традициях. Это то, что с вами здесь открыт разговор, здесь нельзя тайн много иметь, много загадок, нельзя, тем более колесо судьбы, и вы что. У вас здесь речь о серьёзных вещах, и человек с вами проходит какую-то реорганизацию, и вы с ним. Тут по судьбе может очень сильно завертеться. Сами не поймёте, как вы здесь оказались и как вас притянуло друг к другу. Шансы нужно использовать, как бы так, и сила. Это и мир, и добро, это дипломатия, это нахождение общего языка, это забота друг о друге, и открытие, возможно, вашего потенциала женского, здесь какого-то такого, что вам прям захочется от и до, чтобы всё было. Давайте посмотрим ближайшее будущее, просто вот верхний такой слой, потом ещё нижний пойдём. Ближайшее. Смотрите, вы оба на поисках счастья, или в поисках счастья оба, и предшествовало что? А вот как раз здесь очень много было обмана и иллюзий, и предшествовало поискам счастья с ваших с двух сторон. Это вы пошли на эти поиски. Обман, иллюзия, заблуждение. Как-то вы оба с этим столкнулись. Давайте посмотрим ещё его мысль основную о вас. Первое, что тут показывают. О вас он думал, размышлял, решал какую-то дилемму. Какая-то двойственность в его мыслях, в его головушке по поводу вас. Что здесь ещё? А вот и выходит здесь, обратите внимание, эмоционально вроде бы как готов, или по-мужски готов. А на самом деле эмоционально не готов. Эмоционально он ещё, знаете, ведёт себя как юноша со взглядом печальным. Весь на порывах. Хочу, не хочу, люблю, не люблю, могу, не могу, надо, не надо. Вот его сомнения, а тут ещё нет готовности. Он бы в паже прибывает по поводу чувств, не поймёт их сам. Ещё. И он, кстати, готов всё-таки к большой любви. Вот на своих вот этих вот. Очень похоже, что мало уже вас намного. Или же поведение при вас такое здорового мужика, взрослого мужика. А может даже и здоровяги. А ведёт себя такой прям неуверенным юнцом время от времени. Он готов погрузиться в эмоции, в большие, в большущие. И так ему этого хочется, прям окунуться. А что от вас он видит на самом деле? Возможно, вы ему палки в колёса вставляете и защищаете свои границы, свои территории. Вы не хотите, не желаете, чтобы этот человек полностью овладел вашими мыслями или влиял на ваши поступки, на принятие ваших решений, чтобы никак не влиял. Чтобы не манипулировал вами. Они очень похожи на то. Посмотрите, у вас здесь даже выжидательная позиция. Возможно, вы чего-то ждёте сейчас. Или нужно подождать, как говорят арканы. А вы посмотрите, что происходит у вас. И вот опять семёрка мечей. То есть мечи здесь выходят на первый план. Обратите внимание. Но наш персонаж, скажем, лучше так. Вместо того, чтобы поддаваться проблемам... Дизнете, здесь как будто бы классика говорит что-то украсть. Интеллектуальную собственность, подвести удар в спину и прочее. Здесь же мы видим, что человек идёт учиться. Он прячется, идёт в какое-то подземелье для того, чтобы предаться обучению. Может быть, для того, чтобы потом манипулировать. Ну, кто его знает, какие курсы он тут будет проходить. Какую алхимию этот человек сейчас делает. И вот здесь, посмотрите, королева Пентаклей. Это выжидание. Это оценивание человека. Это рассмотрение его практически под микроскопом. Что он там для вас делает? Как он себя ведёт? Кстати, правильная позиция. Итак, в ближайшее время что ожидает? Вот здесь знаете что? Пойти искать счастья. Вот когда я сказала, что здесь кто-то пошёл на отдаление сейчас, взял паузу, возможно, и немножко отстранился. Да, может быть, вы даже обоюдно так решили. А может быть, и не решали. Просто вы всё равно ищите своё счастье. И он ищет своё счастье. И друг друга вы вроде нашли, а не распознали ещё. А кто-то даже не нашёл, взял, разошёлся. Мы сейчас знаете, я с вами ещё сделаю, подарит ли судьба ещё встречу, будет ли ещё встреча. Это как бонус я сделаю, кому это актуально. И вот посмотрите, здесь очень много заблуждений выходит. Очень много желаний, то, что может не иметь с действительным. Кстати, вы его видите кубковым, а сама вы здесь королева мечевая. Он эмоциональный, но эгоист. Любящий комфорт и услады разного толка. Вы же наоборот, более такая плотная. Искромётная, острый на язычок. Себе на уме. Он может переживать из-за вас. Вы относительно. Так, слегка гонца. Здесь человек должен понимать, с кем он и как он. Тут даже влюблённый, посмотрите. И вот эта обоюдность, влюблённость. Любовь атакует. Она может, конечно же, проявиться через какое-то время. Немножко на будущее смотрим. Всё-таки, да, будут чувства, да? Кому они важны. Пусть мужчина подумает, пусть вы ему приснитесь, пусть он придёт на ваш порог. Если между с вами ещё есть любовь и есть связи. Или эта связь и любовь можно взрастить. Тогда прям, да. Очень много показывает на человека влюблённого, дорогие. И причём вы одного поля ягода, вы оба, если захотите, можете очень многого достичь. Тем более при соединении ваших двух энергий. У вас очень большое будущее, особенно материальное. Даже там есть эмоции, но они и у вас, и у него. Как бы переходит архетип ещё и в пентаклим, в заземление. То есть вы можете быть чувствительными. Вы особо более переменчивы, обучающиеся, самостоятельные, лёгкие. А вот эти вот, знаете, эмоции и прочее, они у вас ещё через пентаклики, они очень хорошо взаимодействуют. То есть вы можете вовремя остановиться и подумать, а мне это некомфортно, а мне так невыгодно. А он, в принципе, да, он здесь может эмоционально начать расточаться. Но у него тоже есть пентаклим и в запасике король. Очень много эмоций и нервов он может потратить на вас. И тем не менее, если возьмёт себя в руки, у вас очень хорошо и гармонично всё будет складываться. Но опять же, у кого есть на это все возможности, все показания. Вообще, на самом деле, диагностика такая. Это общий просмотр. На индивидуальном просмотре я смотрю по фотографии экстрасенсорно и на картах, которые просматриваю. Кому актуально, читайте информацию под видео. То есть мы уже посмотрим конкретно ваши нюансы. Как и что у вас. Где соломки постелить и какой вариант наиболее сможет проиграться. Ну и спасибо вам большое за то, что были со мной, за ваши пальчики вверх, за то, что вы подписываетесь на мой канал. Это очень сильно поддерживает и помогает развиваться, несмотря ни на что. Быть добро. Делитесь моими видео с вашими друзьями в соцсетях. И до новых встреч, дорогие. Пока-пока. А кто внимательный, кто умненький, благоразумненький, тот молодец. Забыли, что у нас бонус? Угу. А я вот помню. Давайте посмотрим на трех вариантах, дорогие. Будет ли еще встреча, будет ли продолжение, сведет ли судьба. Это для тех, кому актуально. Итак, первое, второе и третье. Выбирайте либо по вариантам, можете разные вопросы, можете разных мужчин, но под вопросы, скажем. Но все равно будет речь о том, что у кого-то это будет, будет ли свидание, у кого-то будет ли возвращение, а у кого-то позвонит ли он еще когда-нибудь, да. Ну вот так. Итак, первый, второй, третий вариант. Первый. Смотрим, что здесь у вас. Здесь бег по кругу, здесь большая привязка. Здесь либо человек не может из этого круга вырваться к вам, либо, скорее всего, его так сильно к вам приторочило, да, и вас к нему. То, что он, в принципе, здесь зависим. И как он от вас. Но, возможно, здесь такая привычка, дело привычки. Ну и вообще очень даже может проиграться чувство собственничества. Поэтому, ну куда он денется, когда разденется второй. Здесь большая дорога, здесь, да, будет и очень мощно, и очень сильно, и, может быть, это даже будет какой-то еще скачок в новые неведанные дали, и совместное путешествие, и, возможно, какое-то серьезное предложение. То есть вы даже здесь выберетесь из болотца наверх, вперед, из песни. И очень классно. Да, здесь прям большой, да, большая дорога, большое серьезное развитие. Третий вариант. Что здесь у вас? Ну здесь тоже, да, здесь король сам вышел кубковой, эмоциональной, любящей девочке. Ну как он со своими эмоциями? Так куда же он от вас? Тоже? Ну да. Да, здесь есть продолжение, здесь нет обрыва окончательного. Вам надо просто хорошо характер человека понимать, его мотивы. А так он сам, видите, выходит на связь, в принципе, еще и влюбленным себя показал. Так что вот, дорогие, я надеюсь, что теперь вам было точно интересно и полезно. Вы подписались на мой канал, поставили пальчики вверх. Пусть у вас все сбудется. Все хорошее. Ну и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok